Этот человек преобразил сценическое искусство. При нём театр засверкал новыми яркими гранями. Постановки этого режиссёра поражали зрителей искренностью и современностью. За несколько лет до трагического ухода он возглавил театр на Таганке. Но труппа встретила нового руководителя в штыке. Актёры мечтали о возвращении своего прежнего хозяина, Юрия Любимова, который был выслан за границу. 14 января 1987 года после очередного скандала в театре у режиссёра случился сердечный приступ, который оказался роковым. И имя этого человека до сих пор звучит как эхо золотой эры отечественного театра. Это имя Анатолий Эфрос. Анатолий Исаевич Эфрос родился 3 июля 1925 года. Позже он решит изменить отчество и станет Васильевичем. Творческий путь Эфроса начался в актёрской студии театра имени Моссовета. После этого он поступил в ГИТИС и окончил его в 1950 году. Первый успех режиссёра связан с Центральным детским театром. Туда он пришёл в 1954 году и руководил им почти 10 лет. Постановки нового худрука были успешнее, чем спектакли всех его предшественников вместе взятых. Центральный детский театр стал одним из самых популярных и преуспевающих столичных театров. Учитывая успех Эфроса у молодёжи, ему предлагают возглавить Театр Ленинского комсомола. Именно с этой сценой будет связан настоящий взлёт карьеры режиссёра. В жизни Анатолия Эфроса было, пожалуй, только две женщины. Его жена Наталья Крымова, его любимая актриса и верный союзник Ольга Яковлева. Наталья Крымова была видным литературным критиком, однако за всю жизнь она ни разу не написала о постановках своего мужа. Актриса Ольга Яковлева – это ещё одна любовь Эфроса, но лишь театральная. Их знакомство произошло, когда Анатолий Васильевич, в то время ещё молодой режиссёр, был назначен художественным руководителем Театра Ленинского комсомола. В лице Яковлева Эфрос найдёт единомышленника. Она будет играть почти во всех его постановках. Актриса будет переходить за ним из театра в театр, от Ленкома до Таганки, который станет для режиссёра роковым. Эфрос пришёл в Ленком в 63-м году и проработал в нём чуть меньше трёх лет. Однако этот недолгий срок был необычайно худотворным. Режиссёр дебютировал спектаклем «День свадьбы», однако имя Эфроса зазвучало после его второй постановки. Это была пьеса «104 страницы про любовь», написанная драматургом Эдвардом Радзинским. Театральная Москва ещё не видела такого накала страстей, каким была пронизана эта постановка. После появилось ещё несколько постановок Эфроса. Во всех этих спектаклях Эфросу удавалось избежать политической пропаганды. На волне оттепелей его волновали в первую очередь чувства людей, поэтому спектакли режиссёра были вне твоей эпохи. И вскоре безоблачному существованию трупа Эфроса пришёл конец. Анатолий Васильевич однажды в шутку назвал себя капризным ребёнком хрущёвской оттепели. И вот ребёнка решили наказать до шалости. Ему стали вменять вину аполитичность и даже обвинять его в искажении классики. При этом масло в огонь подливали и сами актёры, которые по каким-то причинам были недовольны своим руководителям. Спектакль Эфроса «Турбаза» по пьесе того же Родзинского был запрещён. После этого режиссёру пришлось навсегда покинуть Линком. Таких случаев в его жизни будет три. Однако, если после первых двух он возродится, то третий он пережить не сможет. После изгнания из Линкома Эфроса назначают рядовым режиссёром театра на Малой Бронной. Туда он уводит с собой часть своей труппы. Начинается новая эпоха в жизни Анатолия Васильевича. В это время он обращается к классике. Именно на этих подмостках он ставит ряд очень успешных спектаклей. Наиболее заметными из них были «Месяцы в деревне» Ромео и Джульетта Ателло. Многие театралы считали эти спектакли культовыми. Вы мне не отвечаете, впрочем. Я это понимаю. Вам нечего мне сказать. Положение человека, который не любит и которому объясняется в любви слишком тягостно. Я благодарю вас за ваше молчание. И поверьте, когда я вам сказала, что я вас люблю, я ни на что не рассчитывала. Я не хитрила, как раньше. Да и к чему притворяться, когда уже все известно, когда даже не было обманывать. Но, видно, нам не суждено было узнать друг друга. В театре на Малой Бронной Анатолий Васильевич провел 17 счастливых лет. После этого началась вторая полоса неудач. Причем, как и первый раз, инициаторами травли режиссера вновь стали актеры. Одним из последних спектаклей Эфроса на сцене этого театра стал спектакль по пьесе Игнатия Дворецкого «Директор театра». События этой пьесы очень напоминали то, что происходило тогда между Эфросом и некоторыми актерами его труппы. В чем причина такого отношения к Эфросу до сих пор остается загадкой. Возможно, его не боялись как режиссера, потому что он был мягким человеком и очень любил своих актеров. Может, просто не понимали, что Эфрос – это такая величина, превзойти которую не сможет никто. Анатолий Эфрос был родоначальником телевизионного спектакля. Первой такой постановкой режиссера стала экранизация романа Лермонтова «Герой нашего времени» в странице журнала Печорина. Я этого не ожидал от тебя. Чего? То есть не танцуюшь на звурку? Она мне призналась. Ну так что ж. Разве это секрет? Имеется. Я должен был это ожидать. Не, от девчонки, от кокетки. Я отомщу. Пиняй на свою шинель или на свои эпулеты. Зачем же обвинять ее? Чем она виновата, что ты ей больше не нравишься? Ну зачем подавать надежды? Ну зачем же ты надеялся? Еще одной яркой работой Эфроса на телевидении стала постановка «Булгаковского мольера». Интересно, что в этом спектакле в главной роли выступил руководитель театра на Таганке Юрий Любимов. Однажды Любимов даже позволил Эфросу поставить спектакль в театре на Таганке. Это был Грешневый сад, а роль Лопакина в ней играл Владимир Высоцкий. До Эфроса такой честью похвастаться не мог никто. Любимов был знаменит своим крутым нравом. Однако для Анатолия Васильевича он сделал исключение. Тогда никто и представить не мог, что эта дружба режиссеров однажды превратится в непримиримую вражду, которая косвенно станет причиной смерти одного из них. Эфрос и Любимов в те времена были наиболее крупными фигурами на небосклоне театральной Москвы. При этом они, как ни странно, в творческом плане были антиподами. Знаменитый руководитель Таганки требовал от актеров полного безоговорочного подчинения, подчас и раболепия. Эфрос, напротив, ничего не диктовал, а лишь давал артистам идею, которую те додумывали и разрабатывали сами. И вот Юрий Любимов, спектакль которого неофициально носят оппозиционный характер, попадает в опалу. Он уезжает за границу и вернуться уже не может. Таганка остается без руководителя. Эфрос, желая спасти труппу от распада, соглашается возглавить театр. Этот шаг станет для него роковым. В ответ на этот жест Эфрос получает что угодно, только неблагодарность. Любимов из-за границы обвиняет Анатолия Васильевича в предательстве. Некоторые таганковцы демонстративно покидают труппу. Кстати, среди них были Вениамин Смехов и Леонид Филатов. Оставшиеся актеры начинают систематическую травлю нового руководителя. В 1986-м Эфрос теряет обоих своих родителей. Спустя несколько месяцев уйдет из жизни и он сам. 14 января 1987 года режиссер должен был присутствовать на премьере нового спектакля, поставленного каким-то молодым режиссером. Эфрос с утра чувствовал себя плохо, прихватывало сердце. Тем не менее он встал и стал собираться на работу. В этот момент он покачнулся и чуть не упал. Жена уложила его на диван и дала ему лекарства. Режиссеру немного полегчало. Однако вскоре последовал второй приступ, куда более тяжелый. Родные вызвали скорую, однако она долго не ехала. Пришлось вызвать реанимационную машину. Но когда она приехала, было поздно. Эфрос скончался. На часах было около часа дня. Его убила людская злость и зависть. Люди не могут простить тем, кто выше, чичье и талантливее их, говорил Эфрос. Художник, поэт и большой ребенок, он творил собственный мир. Реальность оказалась для него слишком тяжела.